Я хочу здесь сказать 10 картинок, 10 слайдов, на которых показываю, что у меня были старые ули, у меня были ули низкокорпусовые, потому что целая Америка, я думал, что целая Америка, у нее семьи низкокорпусовые, но сейчас уже час, в целом мире, все профессиональные человек приходят в пули комбинационные, комбинированные, где высокие рамки расплодов и низкие рамки с мёным, потому что надставки с мёным соком легкие, потому что потом корпуса с мёдом легкие. У меня много павильонов, это было, возможно с этими павилонами ехать в дорогу, сейчас уже невозможно, и эти павилоны стоят стационарно, и плюс позитивом здесь не падает, как идёт дождь, да очень хорошо работает. Здесь тоже показано, низкокорпусовые ули. Потом я уже сделал это ческий пример, 39 сантиметров и высоко 24 сантиметра. Это ческая рамка, нормальная, слухая. Обычная ческая, наиболее распространённая. Да. У меня первый раз герарняние улы были, но потом я смотрел и видел, как все они переходят в улы стиропиановые, полиуретановые, улы, в которых тепло. Потому что тепло это много денег и много мёду, который выходит с ула, без ужитков. Без пользы, просто теряется мёд. Без тепла из улья теряется мёд. Да. И здесь уже смотрим это пять лет назад, что у меня уже здесь. Возможно смотреть, это уже одна высокая рамка, 34 сантиметра. Это самая расширенная рамка. Именно у Мирака, у него немножечко своя система. Ну и здесь у меня то, что деревня есть улы, где то, что у меня бывают низкие корпусы и здесь уже высокие корпусы и у меня уже есть распространённая комбинация. То есть комбинированное пачечное хозяйство. Здесь, потому что деревня есть высокие, здесь этот корпус чешский используется для медового корпуса. Это невыхода, потому что они уже 24 сантиметра высокие, так что они тяжкие, далеко лепшие, а новые пчелази делают 17 сантиметры. То есть те, кто видят пчеловство еще по более продвинутым методам, они делают рамку почти на 17 сантиметров. Зачем? Чтобы было легче поднимать корпус. Это возможно смотреть сими после рамки. Ревизия пчел после медосбора с рамки. Ну и здесь хочу показать, у меня были большие корпусы, два-три корпусы зимой и сейчас уже знаю, как работать с семьями, которые в целой зиме только в одном корпусе расхода. Это она рамка. Здесь уже целая посека комбинационная. И здесь возможно смотреть симию категория 6 рамок. И это хватит. У меня хватит. У меня хватит. от своих возможностей. Потому что более лучший вариант, более лучшая методика на свете не существует. Я хочу рассказать о том, как я занимаюсь пчелами. Ни в коем случае я не хочу учить вас, как заниматься пчеловодством, потому что каждый делает это по-своему. И я считаю, что нет в мире идеальной образцовой системы пчеловождения. Боже, семья, еще хочу показать, здесь уже в этот времене цветнено огонь, ябонь. Это цветение клёна во время. И во время цветнения клёна у меня уже два корпуса и неодолы. Это возможно в расплоду, только один корпус в расплоду. У меня методика очень интенсивная. Я знаю, как семья работает зимой и что все возможно сделать и помогать. Дальше. И здесь возможно смотреть отводки, шестирамковые отводки. Например, это как рамка доданта. Плюс-минус так самый бильярд. Размер. Размер. Плюс-минус 33%. И эта семья, как вы знаете, как, тоже возможно принести 50 килограммов риодерс. То есть такая семья может дать 50 килограммов. И надо знать, почему и как это сделать. И я хочу это показать вам. Прежде всего, в комбинованном вчеларении, используя препашку, мату. То есть своя методика, это использование вот этого разделительного мата. То есть это, с одной стороны, очень уменьшает семью. Но тогда матка может сеять на всей рамке, от края до края. Мы здесь можем сидеть, в том-то сале, и нас тут 100. Как мы сейчас находимся во всем этом зале, и нас тут 100 человек. А мы домачками. Мы смачкнули. Но мы можем и все сбиться в кучку. А ету потреба 12-10 метров. И здесь нужен метраж, да? 10 метров, например. Например. Но мы можем сесть в больший зал, который будет длиннее, например, на 30 метров. Но в том сале будет потреба 2-крат больше топпинь. Но тогда этот зал, чтобы обогреть, нужно будет намного выше температура. То есть нам больше нужно использовать отопление. Мед. Запрвое мед. Но тем, что ты пчели снит этот мед, а охреется, так се упрацуй. То есть пчела приносит мед. Но прежде чем она принесет этот мед, согреется, то сколько ей нужно сделать работы. То есть она наработается. То есть сейчас, если посмотреть на современную немецкую методику пчеловождения, то это система оптимального утепления вот этого расплодной части були. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Блин, это я знаю, как... Я знаю. Я знаю. Да, конечно, знает человек. Понятно, что он знает. И уже посложно сделать презентацию. Он с вами не услышит. Ну, визитацию. Прокуплю. Второй. Здесь. Здесь, я хочу сказать, здесь на этом слайду, эти все синии были в этих шестирамковых стиропиатых. У как? Шестирамичные полистирольные ули. Они были. И потом, плюс-минус 25 апреля, я дал ей в Большие Ули. То есть переселяет в Большие Ули, где-то в Ак-Евину. Ну, я хочу представить, я начал пчеловодство, начало у меня в возрасте 10 лет, но и это слайд, где мой дедушка. Но он уже смартфон. Тоже я хочу сказать, я уже сказал, что пчеловодство – это житель для нашей семьи. У меня сейчас три дети, маленькие, и другие уже влетели. Значит, здесь, чтобы все было понятно, да, что Мира хотел подчеркнуть, что пчеловодство – это жизнь для них. Мои дети помогают, конечно же, работать с пчелами. И справа на фотографии жена, которая тоже очень много работает. Она работает в основном на откачке меда, а также на фасовке. В роте 2017 я могла, как я эту методику почувствовал и научил ее. Трвало мне это четыре года. Значит, пока Мира освоил, осознал эту новую методику, на это у него ушло четыре года. В этом году на практике у Мирослава была Дарья Тараханова, дочка нашего Алексея Алекснона. И с ее помощью Мирослава говорит, что сумели справиться с пятистами семьями и сделали четыреста отводков. Так что я могу навыщить почет вчелствия сегодня на скоро 800? Поэтому в зиму уйдет 800 семья. У нас еще на тот час зимний и введенний сезон, так много пчеловек хотело, чтобы им сделали свои познатки, а чтобы им заистил эти пчеловские потребы. Ну, поскольку сейчас начинается вот такой сезон, когда основные работы закончены и у пчеловода появляется время обновить свою материальную базу, пчеловоды обращаются за инвентарем. Поэтому Мирок еще занимается продажей инвентаря и у него два магазина. Один магазин по месту его проживания и магазин в городе Брно. Здесь указка тех главных чинностей, то знамена главный, изискавание меду, модельными способами, а по праву, репки, е бежне около, е добра репка, так е около 60 кг. Ну и здесь показаны слайды, на которых можно увидеть как бы основные этапы работы пчеловода. Ну, это сбор меда, прежде всего высококачественного меда, его фасовка и вот на последней фотографии видны здесь корпуса с рамками. Это сбор с рапсом и по 40 кг семьи с рапсом в этом году. Значит, здесь очень часто задавался уже вопрос, как вообще продается мед. Как вы уже поняли, у нас огромное количество пчеловодов. То есть здесь указано графическое количество, сколько я продаю меда в стеклянной банке. Прямо заказников. Покупателю, прямо, непосредственно. Значит, 5% я продаю в магазин. 20% идет на экспорт за границу. 15% продаю мед фирмам, которые занимаются переработкой меда, в том числе продают его в виде микса, например, с орехами. Но обратите, пожалуйста, внимание на последний вот этот сегмент. Вот это количество меда, который Мирек продает пчеловодам. Потому что пчеловоды не умеют получить столько меда, сколько я могу его получить. Вот здесь можно увидеть фотографию Даши Таракановой, которая была на практике. И обратите внимание, что она совершенно без маски, с голыми руками, ногами. Пчелы очень мирные. От начала летна до конца српна пчеловодам только в Каллоте. До того мирные пчелы, что от начала мая и до конца августа, пчеловоды могут работать вообще без защитной одежды. Кроме того сбор пиццы. И также занимается Мирослав выводом маток. Значит официально Мирек может сказать, что он содержит золотую краинку. Между собой мы все понимаем, что это за пчела. Что это за пчела? Бакхоз. Так, обратите внимание. Мирек даже за границей не может произнести вслух это слово, потому что у чешских пчеловодов есть только одна официальная порода. Это краинка. И хотя Мирек идет вразрез, но он все равно законопослушный чех. Ну и в общем с удовольствием проводит свои выступления. Видите на этих слайдах. Потом ездим еще на выставе. Кроме того выезжает и представляет свою фирму на различных выставках. Значит я здесь про из личного просто опыта знаю, что весь календарь у Мирека расписан, потому что выезжает он и в Австрию, и в Польшу, в основном в Германию. И когда вот мы в этом году весной поехали к нему, может попали не в очень удачное время, потому что мы еще не увидели пасеки самой. Потому что весь календарь был расписан. На год вперед мы выбрали один единственный день. Ну и здесь, как я уже говорила, очень важна работа с детьми. Потому что это все ваши заказницы. Потому что вот эти вот дети, это в будущем ваши покупатели меда. Все полистирольные, высококорпусные. Но и здесь уже все комбинированные. Все комбинированные. И обратите внимание, была рамка именно Мирка. Он так ее называет, моя рамка. Плюсы и минусы вот этих комбинированных улев, я думаю, все прочитают, да? Преимущества и какие минусы. Я думаю, что все читают, да? Или вслух это нужно? Все, все прочитают, сфотографируют, да. Я хочу сказать, большее количество клеща. Большее количество клеща. Минус. Будет рамка высокая. При высокой рамке. И утепленный корпус. Будет в этих семьях у нас расплод царий год. Весь год будет расплод в такой рамке, в таких ульях в Чехии. Ну, с одной стороны, это выгодно, иметь теплую погоду зимой. Но, про Варвазу, это за все невыгодно. Но, с точки зрения Варактоза, это как раз очень невыгодно. Поэтому все имеет свои плюсы и минусы. Значит, вот дальше будут представлены 12-13 идей Мирка, которые помогают ему вести вот это вот свое рациональное человечество. Мы все это перевели. Я думаю, каждый в целях экономии времени это все прочитает, сфотографирует и так далее. Также во время зимовки минимум 30-35 сантиметров высоко. Поэтому, что здесь было уже сказано, что надо запасы над семьей. Как уже говорилось, да, что весь запас должен над семьей находиться. И, что интересно, зимой не утепляется улей. Потому что я не хочу, чтобы был расплод. Потому что те пчелы зимние, которые выводятся у них очень короткий срок жизни. Здесь посмотрите на дно. Посмотрите на дно. Посмотрите на дно. Сетка. 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 Убрать особь на анализ. На анализ. И предотвратить появление еще гнильца. О матках уже говорили. Вот такие вот рамки как раз в этом оптимизированном растворном корпусе. Там нет запасов и нет пыльцы. Это всегда в первом низком корпусе. И этот корпус вообще не трогается в течение всего года. Обязательно один-два килограмма оставить. Один-два корпуса. Я не написала слово. Один-два корпуса. А здесь вывод. Выходят. Один-два, два, аж три на вставке. А наверху вот эти две, два или три корпуса. Очень важно выставлять рамки с сушью, о чём уже здесь говорилось. То есть если эти рамки не выставлены, то как можно пчеле дать мёд? Вот эти медовые корпуса ставятся, еще раз покажешь, когда идёт цветение. Слива. А, слива. И сливы, и абрикосы. В основном абрикосы. Абрикосы и сливы. Абрикосы цветут даже в городах Чехии. Здесь опять можно видеть, что это оптимизированный расплодный корпус. Когда там тепло, так матка оправду закладет целые тепласти, тогда матка сеет на всей рамке. И что самое важное, все вот эти вот соты, из них выходит матка в... все ячерки, ячейки, выгреванные в большую температуру. Все они нагреваются до большой температуры. И поэтому эти пчелы живут на два, на три дня дольше. Недели. Недели. Недели дольше. А тим донесут вице меду. И дают больше меду. Это главный заклад этой методы. И вот это основа моего метода. И когда вот этот расплод на двадцати-тридцати рамках не во всех этих ячейках все время сдерживается высокой температурой. Вдруг. Древние дети родили хлопатели. Раньше все дети родились... Хлопаты. Какие? Слухашки? Шлухашки? Шлухашки? Шлухашки! 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 Да, это идет дальше. Жди, когда мы разгрыли пиццу... Катерина. Ага, да. Сüler. Значит, это развитие человека. В начале своего как бы этапа эволюционного все мы рождались с волосиным покровом. И чем теплее нам было во время своего развития в том числе при домашнем очаге и т.д. тем меньше волосного покрова оставалось на теле. И точно такой же принцип наблюдается и у пчел. И сейчас здесь показан как бы расчет, сколько вот этих ячеек необходимо семье для того, чтобы получить по максимуму расплода. И для того, чтобы иметь 5 или 6 рамок в расплодном корпусе, матка должна отложить 2500 яиц. То есть 20 рамок расплода не одна матка стоит. Это невозможно. Значит, две матки надо. Три. Двухмакочная система содержания. Значит, это да, такое и есть. Но это немножечко другой метод теловождения и содержания маток. Так же, здесь подле тех, кто вы почту, ждицки. Так же, та-то методика. Ту-то методику с ней можете включить во всех рамковых мирах. На всех рамках. То есть, с этой методикой можно работать при любом размере рамки. Только нужно сначала посчитать, сколько надо. По размеру рамки. Но чела семья сама подскажет, сколько ей нужно. Сколько ей нужно. Как есть рамка. Плно, уплнен. Можете там придать до того гнезда дальше рамку. Если полно на рамке, то можно дать еще в это гнездо дополнительную рамку. Мези стены ващины. Ващина. У меня столько времени. Преседление пчел на рамки. То есть, даю ващину. Здесь можно почитать только во время переселения пчелок. Второй. Отводка. Потом, когда делаю отводки. То есть, одна рамка с расплодом. Одна рамка с термом. И потом расширяю использование овощины. Матту выменяю каждые два года. Каждые два года меняю матту. А то тем способом, что отбираю всех этот плод. То есть, забираю весь расплод. И пересаживаю на овощину. И это делаю после последней откатки меда. У нас, у меня на Моравье, это термин вводный между 10 июлем и 10 августа. Именно вот в течение этого времени делаю у себя в Чехии, в Южной Чехии, в Моравии. Про каждую область. Потому что для каждой области, для каждой температуры, вот этот срок, он будет свой. В Немецку, потому что в северном Немецке в зиме теплее. Но в Германии по-другому. Потому что, например, там взять северную Германию, там теплее будет. Вот эту пересадку немцы делают уже после того, как возьмут в Вереск. Это сентябрь месяц. Дуло житее, а бе вшеко, чо зе славное в тугле унивчилство, обшехно, чо бе славное, так аби се ничило а ви варило в воску. То ест, все, чо, как здесь написано, все, что маленькое, слабое, все, что тормозит развитие, все это нужно убрать и переработать. Ни одна слабая пчела-семья не должна оставаться на пасти. Иногда делается так, что одна семья слабая, вторая слабая. Мы их соединяем, чтобы они были сильные. Две слабые семьи сильную семью не создадут. Дезинфекция атерatизация. То есть 3D, очередной метр. Деревянные корпуса обрабатывают и дезинфицируют парафином при температуре 160-180 градусов и 6 минут. То есть это благодаря вот такой обработке идет профилактика в деревянных ульях. Как ведется вот эта профилактика в полистироле? Значит, вот, пожалуйста, обратите BSAFE. Это средство, которое также разработано Институтом пчеловодства вдоль Чешским институтов. И корпуса из полистирола можно обработать вот этим вот средством. То есть этим можно обработать все нуклеусы, все ульи из полистирола. В общем, так все можно очень эффективно дезинфицировать при помощи этого средства. Ну и естественно можно обработать все рамки потом, когда мы топим воск. Как я уже говорил, очень важно весной стимулировать развитие семьи. Ну и этому есть разные причины. Ну и этому есть разные причины. То количество площади, которое занимает пулерасплод. Ну и я как раз вернулся из Германии до приезда сюда и как раз на эту тему ввелась беседа и с немецкими пчеловодами. А право една фирма уже скушала ярненье поднецование с помощью пилковых. Одна фирма немецкая уже испытала вот этот способ раннего весеннего стимулирования развития семьи пилковым способом. потому что известно, что та пыльца, которая как бы находится всю зиму в улье, тем пчелам не так добрая, как мы с ним. Она уже не очень полезна, так скажем, для пчел, как мы думаем, что эта пыльца полезна. То есть вы, наверное, сами заметили, и такие наблюдения ведутся уже в течение последних пятидесяти лет, что именно та семья развивается лучше и тогда лучше развивается, когда она получает пыльцу как бы извне, весеннюю, свежую пыльцу. Но и при этом способе вот этого оптимизированного развития пыльца потому что больший запас пыльцы, то есть белка, как бы внутри пчелы. И это очень важно для того, чтобы быстрее шло развитие семьи для расплода. То есть то, что мы думаем, что, кажется, знаем, что представляем, все вот эти наши представления иногда оказывается не совсем совпадают с тем, что есть на самом деле, что есть в природе и чего мы еще не узнали. С большим удовольствием, будучи в Германии, я слушал лекцию на эту тему. Значит, для того, чтобы раскрыть эту тему, нужно как минимум два часа. Как я хочу сказать, что есть написано трудневый расплод. Знаете, что это? Потом я хочу сказать, что думатрин или агридатрин, это возможно, но нужно делать это один за два или три года. Значит, следующий пункт, Габон, да, это чешский лекарственный препарат, который, ветеринарный препарат, который содержит флометрин, но это можно делать только в течение двух-трех лет, использовать его. То есть все вот эти средства, их нужно менять с определенной периодичностью. Значит, если говорить о борьбе с вареатозом, то, наверное, нельзя выбрать какой-то единственный эффективный метод. Приходим. Назад. Я до кончу методу. Не единственная метода противоваруации – крискование матки. Значит, такой метод борьбы с вареатозом – это изоляция матки. А потом обработка аэрозольная. Или каким-либо другим методом обработка. Потому что, в частности, немаме во вчерскому зарычкованию плод. Потому что тогда еще не закрыт расплод. А это самое важное. Это не так важно, например, что лучше или какая семья сильнее. Самое главное, чтобы во время обработки не было расплодов. И если бы кто-то знал на сто процентов. А не если бы только думал, что там нет расплодов. Или просто думал, что там нет расплодов. Стащит одна семья на пасеке, где будет расплод. А эта варлаза расширит потом до всех тех частей. То есть, если хотя бы в одной семье во время обработки будет еще не запечатанный расплод. Во время обработки всей пасеки, все клещи перекинутся на эту семью. Найдут ее просто. Да, да, да. Здесь таки план у меня. В летнюю сбирам оси на пароазу, а на пор, а на осену. То есть, как бы календарь работы пчеловода здесь представлен. То есть, опять же, менталитет чешских пчеловодов. Все пчеловоды в январе собирают особь и передают образцы на анализы. Для того, чтобы сделать общую картину видеть по всей стране. И именно благодаря вот этому методу, такого коллективного как бы изучения состояния закрещенности семей, дает возможность сделать прогноз, какова будет вообще инвазия, ситуация с варатозом в течение будущего года. То есть, это позволяет предвидеть, какая будет ситуация с варатозом в предыдущем сезоне. И потом формирование отводков и удаление трудового расположения. Потом, в начале... Извините. В июне будет применение муравьиной кислоты еще в июне. Когда я веду обработку муравьиной кислотой, я делаю это очень быстро. И смотрю, как вообще выглядит вот это положение с вароатозом. Изменилось ли что-то? И потом, если необходимо, то тогда уже провожу обработку аэрозоли. Даю еще один куравьиной кислотой. Так что, как вы думаете, как мало ли это? Очень много возможностей. Очень много. Я знаю 10. Я знаю 10. И у меня такая, что у нас в Пчеловонском институте я покупаю квас, который уже в дустой бумажке, в большой бумажке. И там уже 40 граммов, 40 миллилитров, это 50 граммов. 80% концентрация муравьиной кислоты. И я его даю, эту мою деницу, кладет на дно. Вниз. Вниз. Под. 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 Можем на рамку. Т. У меня на дно. У меня на дно. В моей методе. У меня на дно. У меня на дно. У меня невозможно. Разделать гнездо и потом там будет гумашка. И пчели будут грызать гумашки. Мне надо после одного дня еще один раз ехать в пасеку и выбрать гумашки. Невозможно. Поэтому я сделаю теницу. И у меня, возможно, потому что у меня распло 5 см, уже все распло и решетка. Мои все распло внизу. И потому моя квасно-рубковь импульсирует и работает очень хорошо. Но я не верю, что эта кислота уничтожит распло. Если бы так было, то вообще не стоял бы вопрос с варатозом. То есть нельзя верить тому, что говорит большинство. Нужно всегда использовать свой ум, свои наблюдения. Скажите, а мальчики работают нормально после работы? Все? У меня да. У меня да. Но я не вредит оружия, но, возможно, проблема. Потому что я использую квасно-рубковь до конца июна. От августа я не использую квасно-рубковь. В августе я уже не использую квасно-рубковь. Любая органическая кислота сокращает срок жизни пчелы. Т.е. с августа уже зимняя пчела, у которой длинный срок жизни. Т.е. с августом не использую кислоту. Как будет проблем с маткой? В час августа, сентябра, возможно, от злотки вложить. Без проблем. Ну, от воли. От воли. Я не буду... Почем, в семье, в которой, в том пчелске умрета матка... Будут там матьчники. Там будут матьчники. У меня зимой 10 грамм. На завище. И потом... И потом... Запасом... Здесь. Здесь. После первого октябра я знаю, что этот раз плот не будет долго живым. Не будет зимым. Поэтому здесь. Я даю матки в кислоту. И потом, через 21 день, я амитразом использую аэросол. Аэросолом использую аэросол. Поняли все? Сколько времени надо, чтобы 750 семей поставить... Без зарядок. Сколько времени надо? 850 семей, что? Иззолировать. Иззолировать, хватит. Из копия тоже времени надо. На завище. Да? Я заменяю половину. Половина. Половина матки уже заменяна. Потому что каждые два года я заседляю на бочину. Потому что каждые два года пересаживаю на бочину. Матка 400. И матка 15 секунд. 15 секунд идет на то, чтобы провести вот эту операцию. И Вера говорит, что покажет, как это делает. Я 6-7 рамок. Я 6-7 рамок. И 90% 1 октября матка в центр. Приходю. Цик, цик. Везму рамку, матку. Это все. И возможно она на втором рамке. Это все. Везем. Так вы говорите за 15 секунд. Как вы за 15 секунд матку найдете? 15 секунд. Сейчас я сказал. Найдет. 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 В одной пасеке плюс-минус 30 до 40 семей. Три пасеки до дня это 120 семей в один день. Пожалуйста. Извините. Эта матка находится на третьем или четвертом пластике. На третьей или на третьей рамке находится матка. Я учерчила моду 33 раз. И с опытом пчеловождения 33 года. Матка меченая? Да. Конечно. Матка меченая должна быть отназначена. Да, конечно, замеченная. И потом мои деньги дают мяточку. Илья 120 стопени с яцененого дня. Меня надо отменять эту работу. Я буду разговаривать. Извините, пожалуйста. Кто хочет разговаривать, не виходит. Правильно. Вопросы? Можно? Вопросы? У нас уже 5 минут. Нам еще 25 слайдов. Хочете или не хотите? Слушаем дальше. Ну, да. Есть свищевые маточники, когда будут изолированы? Свищевые маточники. Маточники? Не будут. Не будут. Потом у меня очень хорошая, хорошая изоляция. Хорошо. Это уже октябрь. Изоляция в обычной масочной клетке в новой или в другой тип изолятора? Я думаю, что там будет показано. Идем в первый. Первый украинский. Первый. Дальше. Это все уже знаем. Дальше. Здесь показываю, что у меня нет сметки, но выпнусь. Ухудеем туда. Дальше. В первой вырубке отводку вы знаете. Дальше. Дальше. Я еще хочу здесь сказать. У меня я не работаю, не сделаю отводку. Одна отводка с этой семьей. Одна отводка с этой семьей. Одна с этой. Нет. У меня эта посека, где уже не будет. Рапс, конец рапсу. И уже там нет акации, нищего далшего. И эту посеку я приеду 120 отводок. Один день. Это все. Там 5-6 грамных расплода. Одна там, плюс одна рамка запасов. И потом ващина. И четыре пласты в отводке. Один, два, три, четыре. И пласты, которые с медом. Два пласты пчел. Еще с медом додаем. Это все. Далее. Здесь показывали, как чаю бьют. И здесь как это надо много часов. Какая последовательность? Здесь дальше. И пока нет. Дальше. Здесь так было. Видео. Как раньше распечатывали рамки, да? И получили визочки. Сейчас так. Сейчас для этого есть целая система. Дальше. Распечатка в высоких рамках и распечатка в низких рамках. Автоматически. Да? Дальше. Ну и здесь возможно как приходится. Ну чуть-чуть до бурит. Чуть-чуть. 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 Насос под ледоконкой. Да. И у меня уже нет ситуации, лучше отставить ее. То есть мир их считает не процеживать минуту, а лучше всего его отставить. Колько времени отставить? У меня континуально. Приходит и я его назад. Я его здесь выпускаю в бечку. И как он здесь? Я Макс здесь. Это все. И он потом уже новый. И потом я не могу все люди выпустить. Да. Это континуально. Одну неделю. Съед. Дальше. Это два маленьких пчеловодов. Дальше. Это очень хорошие зашизнение. Аборудование. На ваш чину. Как не? Разпечатку. 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 Я сам сам. Да. 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 От немецкой фирмы Фридз. Уже у меня два. Кто хочет льет на весну, надо корпусы со суши. Дальше. Температура какая? Макс девять. Десять, одиннадцать уже начинается мотылиться. Моль уже начинает развиваться. Если чуть выше. А еще лучше минус. Но лучше. Это энергия. Почему? Оборудование. Да. Здесь перевоз. У меня небольшой перевоз. У меня только сто двести семей один-два раза в год. У меня посетки от юга, ради по север, где горит. И все я не хватаю. Все семьи. То есть много не кочует. Потому что слишком большое количество пчел и семей. И сложно. Дальше. Дальше. Это уже были все вопросы. Это у меня гатер. Это на лучшем распущении меду. Когда мед на это распущение, разеврежет и окажетно витит кавер. Так что это... Самая лучшая система вообще, как бы, кодекрия в меда. Потому что это не так долго. Мед там 10 секунд. Он долго не находится в этой высокой температуре. Развуясь. Пока. Дальше. Так было. Дальше. Так же. Дальше. Прополис. Это фриц, это фирма Топфе, немецкая, германская и это, запомню, извините, это тоже из немец, но римберн. Центрифуга, там се вкушти пара, ну а так как ходим до вчера. Глобок мал на то, аби мя не светило снегу на голову. Золотая кармика, это золотая кармика. Может не звучит? Может перчатки есть на руках? Неверно. Покажите еще слайд, где жена Сопи разбивает за грузину, там я видосламерный, я смотрю какой, если можно. Покажите еще слайд. Рубанок. Электрический? Я движусь. Да, он называется электрограмма. Электрический? Да. Вопрос. Ротация старых камок, как удаляется СССР? Да, каждый дворок. Как удаляется? Просто большая пасека, большое количество. Нужно делать быстро. Каким? Срезать несерьезно. Вырезать одно. Сразу. Сразу. В центре. Положишь целые рамки с вашей целью. Себсним. И выбираешь и дроби сам. В Канта-Кампании можете спать? Что? Канта-Кампании. А, ХАА. Я буду здесь ждать. Уже не две минуты. Значит, мирок остается с нами еще на всю ночь и на следующий день. А поскольку у нас время и Андрей Шушеначев уже готов продолжить, мы поблагодарим, скажем большое спасибо. Я думаю, что для интересующихся в мире всегда готов нас принять. На этот раз на пасеку показать, более подробно рассказать. Я думаю, что мы будем общаться. Теперьkr구�ж參агируем мнеPL mood. В первом, впередophilia, как здоровья, как бы. Сейчас попасть во Theater. Продолжение следует...